В последние 30 лет быстродействие компьютеров увеличилось в миллиард раз. Нужно больше оказываться. Вот этим вы и должны заниматься, кто заинтересован. Вообще, квантовые технологии — это технологии, построенные на направлении с самыми мельчайшими объектами нашего мира — отдельными атомами, фотонами, элементарными частицами. И они позволяют решать очень важные задачи для промышленности. Это решение сложных вычислительных задач, например, логистики, моделирование новых материалов. Это вопрос изученной передачи информации и точного измерения параметров окружающей среды, сенсорики и метрологии. По всем этим направлениям Россия активно движется. Основным драйвером для развития квантовых технологий в России являются дорожные карты по квантовым вычислениям, квантовым коммуникациям, за которые отвечают госкорпорации, Росатом и РЖД. И в рамках них получены основные результаты. По квантовым вычислениям самый яркий результат — это 50-кубитный ионный квантовый компьютер, который уже решает маленькие прикладные задачи, например, в области химии и машинного обучения. Так что квантовые технологии действительно есть. Более того, они очень быстро и активно развиваются. Недавно мы многие сидели на карантине, поскольку была пандемия. И проблема была в том, что быстро лекарства не найдешь. А отчасти это связано с тем, что мы просто не можем его смоделировать. Квантовые компьютеры помогут приблизиться к решениям таких задач. Мы найдем лекарства от многих болезней. Мы будем гораздо лучше управлять трафиком в городах. Мы будем гораздо лучше понимать, куда можно инвестировать, куда лучше не инвестировать и так далее. То есть очень большое количество областей получит огромный бонус и огромный плюс при работе разных индустриальных компаний и так далее. Ну и второе — это, конечно, исследования нашего мира. Мы, наверное, чуть больше начнем понимать о том, как наша Вселенная устроена. И это тоже прекрасно. По большому счету, кто разработает первым мощный квантовый компьютер, в определенном смысле будет править миром. Сейчас есть прототипы квантовых компьютеров, насчитывающих уже сотни кубит. И в этом смысле это уже реальная, серьезная вычислительная мощность. Квантовые компьютеры уже обгоняют классические, привычные нам компьютеры в решении серьезных задач. Поэтому на самом деле вот такое будущее квантовое, оно не за горами. С учетом того, как, например, сейчас развиваются нейросети, создание квантовых нейронных сетей, на мой взгляд, это тоже вопрос, ну, там, нескольких лет, возможно. Квантовые технологии сегодня — это и область квантовой физики, это и фундаментальная наука. Но самое главное, что за последние годы мы перешли к инженерии, именно к технологиям. Стали появляться квантовые устройства, квантовые сенсоры, квантовые коммуникации, квантовые вычисления. Вот тот самый квантовый компьютер, про который все говорят, то ли он есть, то ли нет, он уже есть. Он выполняет небольшие задачи уже сегодня, но мы понимаем, как он дальше, развиваясь вперед, займет большую часть в экономике будущего. Квантовые коммуникации уже сейчас, да, по сути, есть применение практическое. Это когда происходит обмен информацией по защищенным абсолютно каналам связи, которые невозможно взломать. И уже приятно говорить, что в России уже такие каналы связи создаются, прокладываются. В том числе университет Толбачевского является одним из таких узлов, да, где можно вот такую связь осуществлять. Сейчас, конечно, это только скорее такие эксперименты, да, но эксперименты уже прикладные, и я думаю, уже скоро они будут использоваться как обычное там бизнес-применение в компаниях. Мы говорим о том, что квантовые технологии – это технологии будущего. И мы, как один из университетов, который действительно входит в эту большую цепочку, это тот вуз, который эти задачи пытается решать. Мы видим значимость этих технологий, мы видим те задачи, которые технологии позволяют решать. И надеемся, что вот эта наша совместная работа, в том числе и на этом хакатоне, она пойдет не зря, и мы получим новые решения, которые будут дальше развивать квантовые технологии. Конечно, ЛНГУ уже довольно давно занимается квантовыми технологиями. Была открыта первая образовательная программа «Квантовые нейроморфные технологии». И, соответственно, в этом году, в феврале месяце, была открыта одноименная кафедра. И мы активно вовлекаемся в деятельность совместно с Институтом физики и микроструктуры Российской Академии Наук по созданию спинновых кубитов. Соответственно, с московскими университетами работаем по сверхповодниковым кубитам. То есть квантовые вычисления для нас родная тема. Мы активно продвигаемся в этом направлении и работаем. Мы работаем в области квантовых вычислений. Работа направлена на создание универсального квантового компьютера. Ну и наш институт совместно с университетом Нижегородским и с академическими институтами Новосибирска и Нижнего Новгорода ведет работу по созданию первого в России полупродникового квантового кубита. Мы очень надеемся, что к концу этого года нам удастся продемонстрировать такую работу. Считается, что это один из перспективных типов кубита для создания квантового компьютера, который может решать практические задачи. Если сегодняшние школьники на уроках физики начнут говорить о том, что такое квантовые технологии, то для нас это залог успеха, что потом они выберут физику в качестве выпускного экзамена для поступления в ВУЗ и подготовку, соответственно, по физическим направлениям. Кто им может в этом помочь? Только учителя. И в рамках квантовой недели мы проводим повышение квалификации, которое поможет как раз учителям обрести те инструменты, которые они смогут использовать в процессе преподавания. Квантовая неделя в Нижнем Новгороде проводится впервые. Это наш такой первый опыт. И я считаю, что опыт в целом очень удачный. Мы собрали много исследователей, занимающихся квантовыми технологиями, причем всеми сферами. Мы показали гостям из столицы то, чем занимаемся здесь в Нижнем Новгороде. Это очень важно. Мы посетили несколько школ, очень много школьников было вовлечено в мероприятия, много студентов. Ну и, конечно, Всероссийский квантовый хакатон, центральное мероприятие квантовой недели в этот год привлекло больше участников, чем в прошлый год. Уровень команд вырос, уровень задач тоже вырос. Я занимаюсь больше физической реализацией, укладываю компьютеров, я поэтому делаю диплом, работаю в лаборатории. И было интересно попробовать вот такую же прикладную индустриальную задачу. Это был необычный для меня опыт решения задач, вот так прям 24 часа подряд, но это было сложно и интересно. Все вычисления проходили на симуляторе квантовых вычислений, которые общились на классических компьютерах. В первой задаче необходимо было найти оптимальный портфель для инвестиций в акции, который приносил бы наибольшую доходность с минимальными рисками. Во второй задаче необходимо было проложить оптимальный маршрут для множества транспортных средств с своими условиями. По сути, это является обобщенной задачей КМИО и Жора, который как раз является сложной для классических компьютеров. Я участвовал в обычных акатонах, но в квантовых совсем все иначе. Во-первых, это новая сфера, и знания в ней особо ценятся. И очень мало коллег вообще по России, с которыми можно пообщаться. И сразу увидеть их всех вместе и получить опыт пообщаться с ними – это прекрасно. Те задачи, которые были здесь затронуты, они хоть и лежат в одной плоскости, но тем не менее не соприкасательны прямую с тем, чем я занимаюсь повседневно. И поэтому возможность позаниматься ими уже интересна. Во-вторых, огромное количество подающих надежды студентов и уже опытных и признанных ученых здесь также открывает, можно сказать, безграничные возможности для потенциального налаживания контактов и создания новых каких-то направлений или исследований в области квантовой технологии. Здесь действительно во многом присутствует именно ядро, так скажем, нашей молодой квантовой технологии. Квантовая физика – это новый этап познания мира, и ожидается, что оно подарит человечеству не меньше благ, так же, как и открытие транзистора в свое время.